Видеоблог суперинтересный, это самые захватывающие, интересные новости, рейтинги обо всем и необычном, что происходит на нашей планете. Это действительно очень интересный и увлекательный канал, заходите и подписывайтесь. Как делишь, кребетишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в очередную серию рубрики без модов, где сегодня без модов, а просто в обычном ванильном Майнкрафте с помощью одной команды мы будем вытворять что-то нереальное. Сегодня, ребята, мы добавим работающий самолет, а точнее работающий истребитель в Майнкрафт. Я это хотел сделать в честь 9 мая, то есть что-то сделать наподобие этого, потому что 9 мая, как мы все знаем, у нас день победы, ребята, с чем я всех вас поздравляю. Это действительно тот день, когда нужно просто-напросто радоваться этому, потому что 9 мая это действительно очень большой праздник, ребята. Поэтому сегодня я хоть что-то сделаю, сделаю небольшой работающий истребитель в Майнкрафте без модов, только с одной командой. Ребята, заберите большой палец вверх, вот такой большущий, если вам понравится это видео, если вы хотите, чтобы я выпускал новые видео каждый день, рубрику без модов каждый день, наберем 2500 лайков, завтра выйдет новая серия, ребята. Я вам обещаю. Также подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, и делитесь этим видео со своими друзьями, чтобы они также приходили и видели, чем мы тут занимаемся. Также можете написать комментарий, потому что я отвечаю на ваши комментарии. И, ребята, в первую очередь, что нам нужно сделать? Тролли, идите в баню, 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 потому что я вам в последний раз показываю, как выдается командный блок. Выдается он так. Бегите за телефонами, за маминами, за папинами, и просто фоткайте вот эту команду, распечатайте эту фотку и повесьте себе на стену. Потому что вот, с помощью такой команды выдается себе командный блок, и больше меня не нужно спрашивать, Эдисон, а как выдать себе командный блок? Вот так, ребята. Сам его вот сюда на землю, опа-на, и потом прописываем команду, которая уже находится в описании. Я ее еще не скопировал, поэтому дайте мне секунду. Вот так, ребята, вот у меня команда, я ее уже оставил в комментарии. Я не как многие ютуберы, которые говорят, мол, если мои подписчики наберут там 10 тысяч лайков, то я выложу команду в описании. Нет, ребята, я для вас уже сразу выложил, поэтому заходите и копируйте ее через ссылку. Также тут прописываем всегда активный, для того, чтобы не нужно было каких-то редстонов, чтобы активировать сам командный блок. Нажимаем. Готово, и как вы видите, команда у нас начинает строиться. Ждем, 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 пока это все завершится. И как вы видите, все, все. Наша махина достроилась. Сейчас, что нам нужно сделать? Вы тут можете, ребята, ее включить, ее выключить. Что вам угодно. Тут вы можете ее удалить, вот эту всю махину. А тут вы можете узнать рецепты, которые нам нужны для того, чтобы скрафтить сам истребитель. Но мне это не нужно, потому что я уже, ребята, знаю. Также возле этого вы можете тут прописать set world spam, для того, чтобы эта команда не лагала. Ваш майнкрафт не лагал, и эта команда работала в любой точке вашего мира, ребята. Да. Сейчас идем сюда. И сейчас, ребята, мы будем строить сам истребитель. Нам нужно 8 железа, 16 поршней и 16 редстоун-факелов. Выкидываем на землю, и у нас получается двигатель истребителя. Поднимаем его. И сейчас нам нужно скрафтить еще одну часть. Сам истребитель состоит из двух частей. Это не так намного. Но все же, ребята, мы выкидываем 48 железа, 4 блока стекла и также 2 рычага. Или 48, или 24. Давайте 24 попробуем. Мне кажется, 24. Да ух ты же, вот так. Да, 24, ребята, не 48, а все же 24, извиняюсь, ошибся. И, ребята, мы поднимаем саму кабину истребителя. Сейчас нам нужно это все соединить. Нам не нужно это вот так спамить. То есть, как вы видите, нам даже пишет то, что не нужно вот это все спамить. Мы просто-напросто берем и выкидываем двигатель истребителя на землю. И также на двигатель мы выкидываем кабину истребителя. И как вы видите, с такими красивыми эффектами у нас заспамилось яйцо истребителя. Сейчас нам нужно его заспамить. Как его заспамить? Просто тыкните правой кнопкой по земле. Да, это у нас истребитель. Вы спросите, Эдисон, ты с ума сошел? Какой нафиг это истребитель? А это я специально сделал для того, чтобы люди не спрашивали, а почему у меня там блок бедрока стоит? А почему не истребитель? Что мне нужно сделать? Ребята, также нужно скачать ресурспак, который уже находится на той же странице, где и команда. Просто скачайте, закиньте ее в папочку вот сюда. И все, он у вас будет работать. Поэтому, ребята, давайте мы его активируем. Вот так, ребята, он у нас включился. И как вы можете заметить, блок Редстоуна превратился в такой небольшой истребитель. Я, если честно, не понимаю, что у него тут за рисунки какие-то. Мне кажется, это как будто компьютер изнутри. Какие-то схемы, какие-то кулеры, какие-то, не знаю, какие-то платы я вижу и многое другое. Но все же истребитель это истребитель. Поэтому, ребята, форму истребителя он напоминает. И что самое главное, мы можем в него сесть. Мы можем вот так в него сесть, нажать вот сюда. И как видите, мы действительно находимся прямиком в истребителе. Но он у нас почему-то не работает. А почему он у нас не работает? Потому что нам его нужно, ребята, заправить. Заправляется он с помощью блоков угля. То есть, один блок угля равен 4 минутам полета на истребителе. То есть, один блок 4 минуты. Два блока 8 минут. Поэтому давайте мы выкинем один блок, два блока, три блока, четыре блока. Там 16 минут, мне кажется, хватит. Все, это можно убрать. Сейчас, ребята, мы садимся вот сюда. И как вы видите, истребитель у нас офигеть как работает. Вот смотрите, что я сделаю. Я сделаю вот так. И смотрите, как круто летает истребитель. Если я хорошенько помню, то в истребителе есть 24 направления, куда вы можете взлететь. То есть, 24 стороны, куда вы можете посмотреть и куда этот истребитель может направиться. Почему я включил вот такую маленькую рендер-дистанцию? Потому что этот истребитель очень быстрый. Он очень быстрый, как вы можете заметить. И чтобы просто-напросто мир не лагал, чтобы он успел прогружаться. Тем более, я сейчас играю в нереально большом мире, где вы видите то, что действительно очень и очень и очень много построек. Я специально убавил рендер-дистанцию где-то на 6. Я могу ее сделать, ну, давайте 16, да, и посмотрим. Ну, в принципе, оно рендерится. Потому что у меня очень-очень-очень много памяти выделено на Майнкрафт. У меня половина моей памяти на компьютере просто выделена на Майнкрафт. Даже GTA 5, даже Battlefield 4 и многие другие игры не жрут столько памяти, как Майнкрафт. Майнкрафтушка, ты что делаешь? Ну, все же, ребята, Майнкрафт есть Майнкрафт. И, как видите, действительно, ребята, очень крутой истребитель. Вы в любой момент можете его призвать, вы в любой момент можете его посадить, допустим, на землю. Вот так. И мне кажется, если даже мы с него выйдем, да? Вот смотрите. А, он застрял, зараза. А если мы тут выйдем с него? То есть, вот так. А если мы выйдем? Ну, вот. Круто мы припарковались, прям носиком так. Ну, опять я хотел этот жаз сделать. Ну, нет, мы просто носиком воткнулись с дерева и припарковались. Очень даже круто. Но это еще не все, ребята, потому что этот истребитель... Дайте я уберу где-то на 12. Потому что этот истребитель еще так же одновременно может стрелять Тинти. То есть, ракеты. И какой истребитель, который не знает выпускать ракеты? Никакой. Поэтому, ребята, конечно, мы садимся опять в наш истребитель и просто пью! Берем в руки Тинти. А как нам выпускать ракеты? Нам нужно взять руки Тинти и просто нажимать на кью, чтобы его выкидывать. И как вы видите, ребята... Где он? Где он? А ну, сейчас, 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 дайте я развернусь. Вот, вот, взрывается, ребята. Просто, знаете, мы очень быстро летаем и одновременно... Я могу вот так быстренько-быстренько навыкидывать, навыкидывать, навыкидывать. Сейчас, конечно, лаги будут, но все же я навыкидывал. И давайте мы сделаем вот такой кружочек. И посмотрим, что мы там набомбили с помощью наших ракет. Ну, как видите, действительно, действительно все взрывается. Это такой залп ракет. Ракетный залп, ребята. Как видите, все действительно очень работает, очень круто работает. Просто оно не сразу появляется. Или сразу появляется, просто мы это не замечаем, потому что мы очень быстро, ребята, летаем. И давайте мы взлетим на большую высоту. Управление очень простенькое. Вы смотрите мышкой, то есть в каком направлении вы смотрите с помощью мышки, в таком направлении этот истребитель и летёт. Летёт. Летит. Летёт. Новое слово. Если смотрите вверх, он летит вверх. Если вы смотрите вниз, он летит вниз. Вот так. Всё очень просто. И сейчас, ребята, мы спустимся на землю. Я надеюсь, что у нас получится спуститься на землю. Хоть и он очень-очень медленно спускается. Да, спустись и на землю. Вот. Как-то вот так. Вот мы опять припарковали наш истребитель, и если он вам надоел в любой момент, ребята, в любой момент вы можете его убрать. Берем наковальню, берем один вот этот хук, как он называется, ставим вот сюда, ставим вот сюда, и переименовываем вот этот хук в ремоут джет, то есть удалить истребитель. Потом берем вот это, выкидываем на сам истребитель, я сказал, выкидываем на сам истребитель, я сказал, выкидываем на сам истребитель, да ты, о, вот, значит нужно было в какое-то определенное место кинуть, чтобы он пропал. И как видите, нам обратно вот это яйцо выдалось, то есть мы в любой момент можем призвать опять истребителя. А мне интересно, вы можете призвать два истребителя? Три истребителя, ребята, а прикиньте, если сделать вот такие гоночки с друзьями на вот этих истребителях, хотите ли вы, чтобы я попробовал вот так сделать? Мне кажется, это очень будет прикольно выглядеть. Ну да ладно, ребята, давайте будем на этом уже прощаться и заканчивать, я надеюсь, что вам понравилось это видео, ребята, 9 мая уже скоро, поэтому я попытался хотя бы что-то сделать, что просто-напросто ассоциируется с этим. Поэтому, ребята, всех вас поздравляю с большим праздником, деды воевали, не знаю, ваши воевали или нет, но все же, ребята, и вас, и ваших дедов также поздравляю. Ребята, большое спасибо, если вы поставите на это видео лайк, наберем 2500 лайков, я завтра же выпущу новую серию, я вам просто обещаю. 2500 лайков, секунда, что поставить лайк, это очень мало, ребята, но я вас всех расцелую, всем вам пожму руку и скажу большое спасибо, если вы поставите лайк, это для меня очень важно, ребята. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, также рассказывайте об этом видео своим друзьям, скидывайте им ссылки, делайте репосты на стены ВКонтакте, чтобы больше людей знало, чем мы тут занимаемся. И пишите комментарии, ребята, я читаю все ваши комментарии, даже иногда на них отвечаю, поэтому, ребята, пишите. Также приходите на мой канал завтра, потому что завтра выйдет новое видео, на канале видео выходит каждый день, я всегда буду рад вас тут видеть. И ты, приходи, я тебя буду ждать. Также, ребята, еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.